Всем привет, вы на канале Данила Курирши. Сегодня у нас на календаре 29 апреля и сегодня мы вылетаем на небольшой такой отдых и летим мы в Грузию. Первым делом, как обычно, наверное, перед поездками, как это было во влогах с Праги, кстати, можете посмотреть их вот тут вот по подсказочке, то, собственно, хочу вам показать, что я беру с собой, какие аксессуары из техники, я думаю, вас будет больше всего интересовать. И вот здесь вот я вот так вот красивенько всё это дело выложил. Давайте немножко музычку потише сделаем и уже посмотрим, что я, собственно, беру. Итак, это у нас с вами Kingston Mobile Lightwire LHG2, вот такая вот штучка, здесь можно раздавать интернет с Ethernet, также это выступает Powerbank, можно читать SD-карточки, ну и, собственно, полный обзор есть на канале, подсказочку поставлю, если не забуду. Далее это две SD-шки Kingston на 32 гигабайта, одна карточка на 16 стоит у меня уже в камере. Далее это идёт планшетик, вот такой вот Nexus 7 на 12 дюймов 2012, ой, на 7 дюймов 2012 года. Вот такая вот штучка, её также возьму, потому что мой iPad, во-первых, как вы знаете, он разбит с такой небольшой дырочкой, ну и также он покомпактнее, ну и мне больше он не нужен, так и сестра будет пользоваться. Далее это micro-USB, опять же идёт к планшету, далее возьму GH4 для того, чтобы поснимать какие-то видосики в 4К, ну и также сделать фотографии, беру с китовским объективом 14-140. Далее облачок USB-шный для того, чтобы всё дело заряжать не только от Powerbank, поскольку всё-таки от розетки это всё будет быстрее, ну а тем более облачок у меня от iPad. Идём дальше. Следующий это Powerbank на 20 000 мАч, на 10 мАч. Далее идут наушнички Meizu, на них я, кстати, уже обзор записал, вот, и как только я вернусь, я его сразу же выложу, он уже смонтирован, всё, осталось только выложить, вот такие вот наушнички Meizu, очень крутые. Далее это Western Digital My Passport Ultra, это диск на 500 гигабайт, буду туда бэкапить свои видео для того, чтобы не засорять память компьютера. Далее это у нас ноутбук HP, я с ним ездил в Грузию, о, вернее, в Прагу в прошлый раз, он на Intel Core i3, короче, машинка хорошая, для монтажа хватает. Что касается аксессуаров к камере Xiaomi, это вот такая вот дополнительная батарея, водонепроницаемый чехол, экранчик, ну и также адаптер с microSD на SD, для того, чтобы вставить это всё дело в компьютер, хотя вот эти вот адаптеры есть на Кинстоне, но на всякий случай лучше взять. Докстанция, батарейка из провод зарядки, это всё дело для Lumix'а. Далее петля Rode, ну и также я не знаю, пока ещё в раздумьях, действительно ли надо мне эти петли брать или нет, но это петлички Boya, которые, кстати, недавно ко мне приехали, скоро будет обзор, когда я вернусь запишу. Ну, не знаю, надо брать их, не надо брать, пока ещё думаю над этим вопросом, потому что штативы, всё это дело брать не буду, а как снимать ещё на камеру без штативов и так далее, ставить на какие-то книжки, наверное, колхозить не буду. Вот так вот, если что-то ещё буду брать, обязательно вам скажу, сейчас буду собирать шмотки, но я думаю, что вещи вам неинтересно смотреть, как я собираю. Ну, уже когда будем собираться выезжать в аэропорт, естественно, буду записывать, ну и в аэропорту взлёт, всё как было во влогах с Праги, поэтому обязательно посмотрите. Ну, на этом, наверное, всё, до следующего включения. Ну что, мы уже готовы выезжать, собрали вещи, загрузили всё в машину, ну и сейчас будем двигать в сторону аэропорта. Летим не через Борисполь, а через Жуляны. Вот такая вот хорошая солнечная погодка. Вот, ну и уже поснимаю с самого аэропорта, поскольку там есть какие-то проблемы с записью тоненных мультиков на флешку. Что-то не в том формате, и Кинстон не видит флешку для того, чтобы крутить фильмы. Вот, поэтому будем с ноутбуком уже в аэропорту в этом разбираться. Но так вроде всё закрыли, всё проверили, поэтому сейчас будем выезжать в сторону аэропорта Жуляны. Вот, сейчас будем проходить паспортный контроль. Вот так вот выглядит паспортный контроль. Там проверяют, а тут зал небольшой. Мы ждём. Уже паспортный контроль прошли, всё нормально, а вот маму с Тони и с родителями не пускают, просят доверенность. Вот, хотя в праву мы летали, если есть два родителя, то вроде бы пускают. Поэтому они сейчас разбираются, а там посмотрим, что будет интересно. А я уже на неопределённой территории, они вот там стоят. А вот тут Тоня нос уковыряется. Ну вроде пропустили, всё нормально. Уже сидим. Небольшой кафешку Тоня пошла за чупа-чупсом. Вот такой вот вид тут. Пару фотографий вставлю, сейчас на джаж сделаю. Вот такие тут частные самолётики. Тут сколько? 7 окошек получается у каждого. Ну а там где тоже будет пассажирский самолёт. Вот так вот тут красиво. Сейчас пару фотографий сделаю. А вот, а мы уже прошли. Уже не на определённой территории, так сказать. То есть не в Киеве и не за границей. А вот, и вот такая вот менюшечка здесь, в кафешке Дупарк. Сидим, ждём, сейчас Тоня вернётся, что-то себе закажем попить и так далее. А ещё, когда выкладывали все вещи, тётечка спрашивает, у вас есть там камера, планшет, ноутбук. Говорю, есть всё. А вот, надо было всё выложить. Ну это стандартно. Вот. Поэтому всё, сидим, ждём. И будем идти в самолёт, поснимаем. Сейчас на часах 17.53. Должны были взлететь в 17.30. Ну вот, там далеко наш самолёт стоит. Не знаю, будет видно или нет. Тут вообще что-то непонятное с трафиком. Куча стоит автобусов. Вот. Ну наконец-то уже открыли регистрацию. Сейчас мы будем идти тоже садиться в автобус. Вот. И наконец-то уже залетать. Так что идём. Пошли, Доня. Ну, нас уже пропустили. Он, походу, наш автобусик стоит. И мы идём, наконец-то, садиться в автобус хотя бы. А потом и до самолёта ещё, наверное, где-то часика три. И полетим. Пока туда. Пока туда, пока обратно. Ещё лестница такая интересная. Потратить много времени на спуск. Всё, мы уже в самолётике сидим. Тоня, сколько мы ждали? Час. Да, где-то час ждали. Мы уже зашли. Вот там люди есть ещё. Я думаю, что мы сейчас ещё будем в самолёте сидеть приличное время. Я думаю, посмотрим, как получится. Тоня уже готовится к взлёту. Мы уже остановились. Сейчас ждём команду разрешения взлёта. И будем залетать. А вот такая вот. Вот такая погодка. И вон самолётики и терминал, в котором мы были. Сейчас будем залетать. Залетать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» У нас в самолёте летят грузины. И они тут немножко развлекаются. Собрались, как ни странно, возле нас. Немножко пьют. Вот так вот весело у нас лететь. А за окном уже темнеет. А грузина всё больше и больше. Вот так вот. Нам уже сказали пристегнуть ремни, и мы потяпоньку начинаем снижаться. Тоня пьёт уадыч. Заложил у Тони уши. Ну, а там, конечно, ничего видно не было. Потому что Симонка отсвечивает. Там есть. Светятся огни города. Он снимает засадку. Ну, не знаю, что видно что-то или нет. Но мы посмотрим, как оно получится вам. Это будет виднее. Что, мы уже прилетели, приземлились. Вот так вот. Я не знаю, видно там будет что-то или не видно. Там само здание аэропорта. И сейчас собираемся, достаем все вещи сверху. И будем выходить, идти, проходить опять контроль. И забирать мне багаж. Вот так вот. Тут ветер дует. Сильно дует ветер. Полиция. И автобусы. Ну что, мы уже на территории Грузии. Вот аэропортика. Там был контроль. А мы двигаемся на выход. Искать встречающих. Вот, долетели хорошо. Приехали, прилетели вовремя. Хотя, в Киеве нас на час задержали. А вот, а так все нормальный. Во. Так что, идем встречаться. И ехать. Куда-то. Пока еще не знаю, куда. Но покажу вам чуть-чуть аэропортик. Тут спускаются. Эскалаторы, тут багаж. Ну что, вещи забрали. Все, выходим вон. Зеленые ворота. Тоня. Зеленый коридор. Зеленый коридор, зеленые ворота. Вон, Алик стоит. Кто знает Алика, никто не знает Алика. Все, мы уже доехали до гостиницы. Или, как она называется, гостиница Пентхаус, походу. Вот так вот, время. Там вон, камера видеонаблюдения. Тут Тоня следит за всем этим делом. Ну, а папа пошел все оформлять. И будем куда-то заходить. Правда, куда, не совсем понятно. Но на первом этаже это тут. Так что, вот так вот, буду сейчас собирать видео, монтировать. Тоня, как настроение? Да, отлично. Спать хочешь? Ну, мы уже в номере зашли. Вот это наш с Тоней номер. Тоня, где ты будешь спать? Так, а что ты не разбутая? Зарезал шкафчик, телевизор, сейф. Короче, все на месте, все нормально. Сейчас мы уже куда-то пойдем. Всем привет. Вот. Ну, и потом буду вечером уже, когда вернемся, будем монтажить первого выпуска. Для того, чтобы завтра выложить, то бишь, в субботу. Вот так вот. Что ты такая расстроена? Тоня будет спать. Вот, все. Всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, а мы пошли спать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok